добрый день дорогие мои я опять на нашей теперь любимой скамеечки скамеечка действительно понравился пришли даже ребята говорят мы тоже хотим таких сделать давайте сделаем еще несколько и мы начали делать потом вам покажем я пропустил целый день ездил в городец на фестиваль городецкий пряник снял многом материала про хороших творческих людей я люблю творческих людей потому что через них бог показывает вот свою деятельность в этом мире то есть через творческих людей не человеческая суть действует а божественная на мой взгляд но мы с вами продолжаем беседы на тему эмоциональной интеллект мы остановились на том что у нас у православных по нашему учению которую самые последние такие можно у феофана затворника бричанинова самые современные прочитать у луки война ясенецкого разработки в православном психологии у влахаса в общем в них говорится о том что мы все таки православные чуть-чуть отличаемся от других западных религий а иногда и не очень чуть-чуть а прямо серьезно отличается тем что у нас есть конкретно ну давайте вот все таки тело душа сердце и дух и дух дух при этом это не дух святой о котором речь идет все время там дух это святые отцы называют дуновением духа святого духа святого я не знаю может быть еще во благодать можно было назвать но все таки вот у феофана затворника это дуновение духа святого и все вот это можно сказать так вот структура она и и должна быть в эмоциональном интеллекте помещена или обладать эмоциональным интеллектом потому что все эти части обладают эмоции тело обладает эмоциями такими ну пусть грубыми эмоциями обладает душа обладает эмоциями обладает дух ну вот с духом как-то надо разбираться хотя в общем то считают что именно в духе человек и есть наиболее эмоциональный и правильный человек то есть у нее хорошие эмоции ну а сердце оно само по себе вот а феофан затворник пишет что сердце на мне подчиняется она напрямую подчиняется господу то есть она с ним имеет отношение поэтому сердечная деятельность не совсем нам подчинена и по видим это так то есть вот по существу четыре структуры которые мы с вами видим я попытался взять несколько там мешочек взял но это пусть будет дух значит матрешку взял ну пусть это будет например душа вот взял например ангелочка такого вот а нет матрешка тело получается ангелочек вот это пусть дух будет такой вот а это вот маленький ангелочек вот ну пусть сердце будет сердце такое у нас тоже должно быть молящиеся вот такие красоты и попытался воспроизвести а как же мы все-таки можем не должны все определить по порядку кто в ком должен быть и и что в чем должно существовать ну сердце сердце где сердце в теле да вот мы матрешку взяли тело все его сюда кладем это сердце понятно где должен быть дух дух вот нам желательно чтобы дух был в душе а душа где должна быть душа должна быть в теле мы все время говорим что в теле ну давайте тогда вот мы в тело помещаем духа вот он здесь у нас дух лежит и вот это у нас тело с сердцем и дух а душа его здесь очень интересный вопрос мы это все время конечно говорим что душа возница тело то есть она возница это это шофер тело или наездник тело вот возница это то что руководит ну скажем лошадями но возница не в лошади же находится конечно шофер у нас теперь внутри машины возница у него такой образ то есть вот душа вот она в тело должна войти в эту матрешку или наоборот матрешка вот в душу должна опуститься тело в душе должно быть вот так вот вот так и оттуда из души выглядывать и знаете оказалось для меня серьезный вопрос потому что если мы говорим что действительно душа должна быть в теле и она из тела выходит но выходит в чем в духе вот молиться мы должны в духе душа должна войти в дух получается что дух все-таки не в душе а душа в духе так что ли у нас получается или наоборот с другой страну феофана затворника считать читаю что дух входит в душу и она становится ну так как можно сказать хороший если дух мимо души живет то есть выходит из нее то духа с душа становится плохая и что тогда самим телом тело в душе или душа в теле любые все святые отцы говорят душа больше чем тело и и если она там скажем и находится в теле то все равно душой ты окружающие пространство чувствуешь душой общаются люди друг с другом вот душа может на расстоянии на какие-то уходите причем в таком неком воплощенном состоянии когда эту душу видят как реальное то есть и что и вот эта запутанность в конечном итоге что должно в чем быть и что должно чем управлять она нам не дает возможность ответить кто же на самом деле главный потому что если душа вознится то это в принципе можно так сказать у древних святых отцов было высказано и поэтому мы можем это воспринять как возница но почему же сердце тогда не подчиняется она что не вознится сердце душа вот эти вопросы нас наводит на мысль что в принципе руководитель кто-то должен быть другой не душа не тело не дух поскольку он сам входит выходит но не факт что он должен руководить тем более сердцем которое руководит только бог не тем более сама душа а а кто вот этот вопрос кто я думаю вы поняли что я его задал только потому что уже ответ то понятен от меня тем более понятен то есть душой должен руководить бог а если душа вознится а ею руководит бог то есть еще выше вознится то получается что мы либо отдаем душе свое руководство либо сразу к высшему руководителю обращаемся и он начинает руководить нашей душой вот здесь встает вопрос насколько отдаться руководству бога вот в чем вопрос причем меня все время спрашивает как вам там в рабах не хорошо быть вы рабы божие и а они вроде как бы не рабы божие а кто они тогда с богом ответьте мне если они не рабы а никто работники богу а какая разница как называется вот другое дело что раб часто работает бесплатно работник работает за деньги он в расчет какой-то там пытается осуществить с богом я готов быть рабом работать бесплатно вот за одно лишь спасение своей души то есть я хочу чтобы душа была спасена а спасается на вот в этом рабстве как понимаете в рабстве хорошим потому что если бог все-таки берется мною руководить то я с удовольствием в это руководство соглашаюсь на это руководство но если мы не можем разобраться вот в этой системе хотя она в конечном итоге достаточно понятно то мы как минимум должны разобраться какие же должны быть наши части для того чтобы они имели эмоциональный интеллект или входили в эмоциональный интеллект и не мешали друг другу и здесь получается проще проще потому что душа не дать я начну ну тело тело должно быть здоровым как вы понимаете причем здоровье тела зависит не от того как на самом деле она физически здорово а как вы щит ощущаете себя здоровым и даже в больном даже в инвалидном состоянии как извините ребята кто у нас ограничен в таких движениях значит можно считать себя здоровым вот на том уровне своих физических возможностей можно любому считать себя здоровым здоров он или нет потому что например я против олимпийского чемпиона я бессильный и больной потому что он ну сильно здоровый человек я такого здоровья не имею вот как он хотя может он простужается чаще чем я значит тело должно быть здоровым так дух нищий духом нищий духом он что духом нищий то есть сам дух должен быть нищий или нехватка у него должна быть духа у того о котором мы с вами говорим вот эту заповедь как воспринять нищий духом я считаю что именно дух должен здесь вот эту форму нищенство иметь то есть не хотеть не иметь ничего что его прирождает вот к этому миру вот он в этом миру должен быть нищий и и оставаться нищим и не хотеть ничего в этом миру вот если ты здесь ничего не хочешь а я имею ввиду такое действительно настоящий нищенство я таких людей видел которые да по понятиям значит мир и живут нищими но ничего не хотят они довольны своим нищенским состоянием ну я вам скажу так что большинство наверное население у нас сейчас ставит там у нас иностранные всякие исследователи удивление что русские почему-то отвечают что они живут неплохо то есть у них оптимизм какой-то от чего-то есть хотя живут по понятиям материальным нищими а действительно так вот многие русские при обладая в своем состоянии нищенство имеют понимание что им больше и не надо ничего вот лишь бы там не было войны лишь бы там не было репрессий там еще каких-то поэтому нищие духом это не те которых не хватает духа а именно дух нищий у этих людей то есть дух не ищет где еще чего там приобрести вот в страсти не впадает и не значит не занимается накопительством каких-то вот в том числе эмоционально вот дальше идем сердце сердцем чистое блаженно чистое сердцем сердце чисто с одежды у них божьих дух прав обнови его утробе моей то есть дух прав да еще вот можно так его сказать то есть праведный дух обнови его утробе моей обнови это вот как раз сделай его тоже немножечко нищим и по отношению ко всему остальному ну и последний наверное самый главный вопрос который мы должны задать а какой должна быть душа потому что если в конечном итоге все работает на нее ее спасать будем она должна в царствие небесное какая-то прийти то у нее же тоже должно быть свойство которое прямо сейчас существует в ней ну давайте вот у нас здоровое тело здоровое тело но не чистое сердце такой лукавый здоровый преступник вот ну плохо я считаю не очень хорошо духом и не нищий но еще у нас есть такое понятие крепкий духа ох крепкий дух у человека но сильный духом тоже входит в состав понимание что такое дух и какое у него качество должно быть ну и в конечном итоге давайте я вам не буду томить душу скажу что душа должна быть радостной и веселой потому что когда господь отвечает радуйтесь и веселитесь то есть нам заповедует в заповедях блаженства и обобщая все вот эти наши трудности которые ведут нас к блаженствам и которые составной частью общего блаженства являются но он обращается радуйтесь и веселитесь или радуйтесь и веселитесь то есть такой глагол повелительного наклонения то он обращается конечно к душе потому что обращаться к телу радуй себя и весели себя который будет радовать и веселить не обращая внимания на душу это конечно так маленечко не по себе становится как оно гульнет это тело обращаться к духу что радуй себя и весели себя но дух и так дуновение от духа святого в нем только радости существует сердце радуй и весели себя а оно не радует себя оно управляется Богом оно не веселит себя оно должно быть чистым и мы к Богу обращаемся за тем чтобы сердце у нас стало чистое а что же тогда только к душе поэтому радуйтесь и веселитесь относится именно к душе и к душе обращено не к вашему сознанию а обращено к вашей вот той главной внутренней сущности которая при сознании вы сколько хотите можете сознание и веселить свое ходить там на концерты на какие-то развлечения пить какие-то вина и есть еду пытаясь себя через желудок развеселить а душа через это не веселится у души совершенно другие что ли потребности это тело можно повеселить это ум можно повеселить но ум не душа это один из органов которым управляет душа и этот мир познает через этот ум ну и через чувства через ум через разум и все остальное но в принципе радостной и веселой должна быть только душа только душа поэтому когда я вижу тех кто считает что у него душа уже чистая сердцем и близка к Богу и они святее святых но печальные грустные и у них миллион причин почему это так у них там то и ненены их заедает то паспорта у них не того качества то значит на сбербанке какие-то начали ставить якобы на лоб печати даже все вот чаплин сходил и пишет я сходил мне ничего не поставили вот я сам проверил слушайте найти печали для души сколько хочешь можно когда она не разумна когда не не обладает эмоциональным интеллектом то есть не разбираются откуда чувства откуда эмоции ее обмануть как хочешь можно и она примет одну радость одно веселье телесные там например за настоящие духовные то есть мы то в радости веселья в духовной должны быть а в радости веселья прежде всего нужно быть спокойным человеком чтобы оказаться то есть беспокойный расстроенный волнующийся за все пусть это духовный о чем вы волнуетесь он не может быть радостным и веселым потому что он напуган он в страхе проживает и проживание в страхе это вещь неприемлемая это антихристианство проживание в страхе это против Христа это против Христа поэтому я стремлюсь быть радостным рабом Господа нашего слова воплощенного в Иисусе Христе и Бога нашего Иисуса Христа и вот эту конструкцию я думаю нам просто надо бы всю поместить вообще-то в Бога вот в Бога и вот в Боге тогда все это и будет созревать так как нужно а это все вся эта конструкция хотя она и красивая и глазки такие высовывает вот но она никак не подходит мы вот таким рациональным путем не придем к пониманию что такое эмоциональный интеллект наверное я завтра начну заканчивать потому что как-то вот длинно немножечко получается хотя я рад что вы говорите ой как бабочка говори говори больше это так здорово что мы познаем больше у вас как-то получается просто рассказать а я просто так вот мысли я не хочу рассказывать научными там или другими терминами потому что так проще нам общаться проще поэтому давайте сами решите вот продолжать вот лекции на эту тему расширяя как качество всех этих частей должны быть воспитаны чтобы стать каждой из них интеллектуально или все таки вот так все таки завершить одной общей проповедью и какие-то другие темы начать все спасибо вам за внимание я надеюсь вам понравился наш опять пейзаж давайте я вам освобожу жалко солнышко не пришло я вроде начинал с солнышка но с той стороны идет к нам туча видите и поэтому такой вот немножечко пасмурный у вас сегодня окончание ну вот еще раз давайте на нашу взглянем лавочку тут уже подутоптали маленечко площадочку значит лев сидят ребята все спасибо за внимание приходите еще на канал сейчас надо много поработать я там наснимал материала про творческих людей 65 гигабайт вот я думаю дня 3-4 придется монтировать но больно мне хочется их показать потому что это действительно радостные веселые талантливые души которые вот так выражают свои радости и веселья в этом мире все спасибо всем за внимание аминь все